Следующими на сцену премьер-лиги выходят уже не новички, но в обнолённом виде родина Чехова, Таганрог-Азов. Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене самая патриотичная команда клуба, родина Чехова, Азов и Таганрог. Московская земля немало видела, но патриотов помнить ты должна. И будет смешно, и будет игра, снова на сцене родина, ярче любви и ярче играй, давай, давай. Начинаем, патриоты! Только у русских парикмахеров есть фраза, а сейчас будет немножечко больно. И только в России можно увидеть такую планёрку на спичечном заводе. Уважаемые коллеги, это наш финансовый отчёт за прошлый год. А завтра приезжает налоговая. Нужно переставить одну спичку так. Чтобы нас всех не посадили. Мы не думаем, друзья, пожалуйста, думаем, думаем. Только в наших школах под надписью «Физрук лох» можно увидеть надпись «Сам лох». А сейчас давайте коснёмся темы здравоохранения. Случаем в кабинете у пластического хирурга. Извините, доктор... Ай, ай, фу! Фу, господи! Фу, сдохни! Как так-то? Зиночка, вы почему пускаете ко мне непонятных людей? Зина! Зина! Я здесь! Это что, вот это вот я сделал? Да! А я тебе говорил, что не нужно делать операцию утром 1 января. Надень маску! Ой! Только в России лампочка в коридоре является запасной лампочкой для зала, спальни и кухни. В нашей стране некоторые люди негативно относятся к работе Почты России. А в Азове работает настолько хорошо, что можно наблюдать следующее. А, здравствуйте. Здравствуйте. Мне посылочка должна была прийти. А, от тёщи из Чебоксар. Так вот, возьмите. Подождите, подождите. Поставьте. Дело в том, что моя тёща знает миллион способов, как попасть в мой дом. Надо бы проверить. Что вы делаете? Что вы делаете? Прости, господи. Что? Подождите. Что вы делаете? Подождите. Что вы делаете? Как говорится, бережённого Бог бережёт. Ага, вон она в самый угол забилась. Давайте обратно в Чебоксар. И, мама, до свидания. Уносите. Вот такой вот русский колорец. Ну и кому, как не нашей команде, показывать номер из истории России? Всем известно, что символы Олимпиады в Сочи выбирали всей страной. А мы хотим показать, как выбирали символ Олимпиады 80. Итак, представьте, Леонид Ильич Брежнев на заседании Оргкомитета шёл пятый час выбора символа. Не может быть символом выдуманное животное. Ну тогда сами предложите что-нибудь. Утконос. То есть вам можно выдуманных предлагать, а мне нельзя? Ещё. Бурундук. Вы что, заговорились, что ли? Всё, я определился. Медведь и точка. И в конце мы сделаем изображение этого медведя на всю трибуну. И у него с головы будет скатываться капелька пота. Может быть слеза? Миша, это Олимпиада, здесь люди не плачут, здесь люди устают. Думай, что говоришь, Миша, думай. Я живу в России. Самые крайние точки впереди я. Я живу в России. Друзья, в мире бытует мнение, что настоящий мужчина должен сделать в жизни три вещи. Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. А настоящий русский мужик ничего никому не должен. Родина Чехова. Азов и Таганрог. Я люблю свою родину, вроде бы. Я был в жизни не рабом, но на заботе был. И что не на земле, а на нас не лет. Отника и меня этого не только нет.